всем привет с вами алексей я продолжаю читать для вас бесконечное лето основную версию руд юли эпилог что же тут перед нами а перед нами остановка а что это значит это значит что семён и юля собираются уезжать из лагеря вместе уж продолжаем нести без малого 25 килограмм нелегко напоминаю что юля попросила скажем так семена донести ее запасы до остановки вот он несет 25 килограмм даже на небольшое расстояние я останавливался через каждые 50 метров чтобы отдохнуть юля подгоняла и подбадривала меня однако от этого мне становилось только хуже не знаем выиграл ли я медаль в каком-нибудь виде спорта но спустя примерно час мешок был транспортирован на автобусную остановку я вознеможение упал рядом с ними все ну вот видишь какой молодец а ты боялся все тело ныло мышцы горели со лба рекой лился пот разъедая глаза не знаю какая награда мне полагается на это соревнование было больше похоже на олимпиаду умственного умственно отсталых я и выиграл я все равно дебил смотри а вон и автобус едет что я вскочил усталость словно рукой сняла вдалеке действительно что-то виднелось я пришлюлся и разглядел и карус о-о-о ну-ка ну-ка но почему или же говорила что он приедет только ближе к ночи да и ждал я лязик вскоре автобус поравнялся с нами распахнул дверь приглашая нас внутрь водительское место было пусто но меня это не сильно удивило тут случаются и более странные вещи пошли юля легко вскочила на первую ступеньку и жестом пригласила меня последовать за ней а тебе не кажется странным что автобусы ездят сами по себе ну она задумалась это конечно странно но ты же сам говорил что много странного да тут она была права конце концов выбора у меня не осталось в любом случае я не знаю что произойдет если останусь здесь если зайду внутрь но во втором варианте у меня есть хотя бы призрачная надежда вырваться из этого лагеря я вздохнул из последних сил поднял мешок и шагнул на ступеньку мы ехали уже час были все это время чем-то непрерывно болтала но я ее не слушал я внимательно рассматривал через окно мельканущий пейзаж леса поля речка леса поля совершенно ничего подозрительного с одной стороны это вселяла некую надежду но с другой было признаком того что в итоге ничего не изменится так как в этом мире похоже все идет медленно размеренно по своим устоявшимся канонам так было по крайней мере еще несколько дней назад хотя как я могу судить пробыть здесь всего неделю ну вот теперь я уверен и все будет хорошо я внимательно посмотрел на нее кошачьи уши ритмично дергающиеся взад и вперед длинный хвост несколько увеличенные глыкины сейчас юля казалась персонажем из однако что делать с ней в реальном мире можно решить и потом я весь превратился в одну большую пульсирующую вену готовую в любой момент я ждал ждал чем все это закончится итог мог быть любым для меня было важно не сойти с ума раньше время я сжал нервы в узду и старался не думать ни о чем на отвлечься не получалось ты меня слушаешь нет прости я задумался вот так всегда сейчас такой момент понимаешь мы можем вырваться уехать из этого лагеря в общем важный для меня момент вы для меня важный но я же не волнуйся просто тебе не с чем сравнивать ты про что я до этого жил в другом мире реальном как тогда казалось так что мне есть чем сравнить этот лагерь можно сказать дело здесь ничего я здесь не родилась откуда ты знаешь просто знаю это я знаю автобус верно подпрыгивал на кучках все сильнее укачивая меня рулевое колесо крутилась само по себе и вскоре я перестал замечать отсутствие водителя глаза начали закрываться я задремал какая-то девушка склонилась надо мной она что-то нежно нашептывала мне на ухо настолько нежно что я почувствовал сильный удар по голове и не спи я что мешаю измутился я потираю ушибленное место ты меня не слушаешь если мы выберемся отсюда у нас будет еще много времени для разговоров если если а если не выберемся будет еще больше я попытался улыбнуться но идея о том что мы все-таки не сможем покинуть этот лагерь настолько испугала меня что на лице появилась лишь глупая гримаса ну вот и хорошо если не выберемся а то в твоем мире я конечно не знаю что там и как но совсем на меня внимание обращать не будешь буду обещаю я нежно обняла и честно 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 юля прижалась ко мне и слушать меня будешь конечно и соглашаться со мной будешь обязательно она додвинулась и внимательно посмотрела мне в глаза ладно тогда прощаем он автобус огласил громкий смех но смотри если забудешь или попытаешься обмануть будет хуже будешь контракт подпишем мрачный у меня имущество никакого не для него а у меня вот есть или показала пальцем на мешок олявшийся в проходе ладно тогда я попытался вспомнить что было куплено на мои деньги тогда вот я достал из кармана телефон к тому времени он уже совсем разрядился ну что это с любопытством сказала юля взяв мобильник в моем мире это очень полезная штука можно общаться с людьми на расстоянии ух ты как круто отлично подойдет она положила телефон на сиденье тогда по рукам с моей стороны запасы найдем твою вот эта штука ладно все теперь мой муж жена она хитро улыбнулась эй подожди я внезапно вспомнил что вся эта тема начиналась как раз с брачного контракта в любом случае без социальной регистрации ну вот приедем в твой мир и за реки в общем сделаем что там надо если приедем конечно Юля ничего не ответила лишь раскрыв рот уставилась куда-то вперед я проследовал за ее взглядом поняв понял что салон автобуса набит людьми все они были в пионерской форме все они были похожи на того пионера никто не проронил ни единого слова они лишь безмолвно смотрели в мою сторону я не мог разглядеть их лиц одежду фигуру да но лица скрывали непонятно откуда взявшиеся тени казалось что там где у обычного человека голова у них примастилась миниатюрная черная дыра меня начало трясти по спине побежали мурашки Юля сильно сжала мою руку титаническим усилием воли я заставил себя посмотреть в ее сторону она тоже была крайне напугана в этот момент будь я один возможно упал бы в обморок но теперь я ощущал ответственность не только за свою жизнь кто вы такие? с трудом выдавил я из себя примеры сохраняли ужасающее молчание стало тяжело дышать я жадно ловил ртом в воздух однако мозг отказался работать в условиях нехватки кислорода я на секунду потерял сознание кто вы? что вам надо? придя в себя услышал я крик Юлия с первого сиденья медленно встал пионер и подошел к нам привет Семен а мы вот тоже решили вернуться домой тоже тоже автобус наполнился хором голосов составить тебе компанию я не знал что сказать то что сейчас происходило со мной было самым странным за все время проведенное в лагере ни Юля ни город ни исчезновение пионеров ни этот странный некто стоящий передо мной ни в какое сравнение не шли с этим я задала тебе вопрос похоже Юля была в состоянии говорить не мудрено в конце концов она тоже являлась так сказать сказочным существом мы просто едем домой повторяю но голос прозвучал надрывно или мы вам мешаем 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 что тебе от нас надо совершенно ничего 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 не верю я знаю ты все это не просто так делаешь это всего лишь твои домыслы животное и хотя бы животное а ты кто призрак тень может и так но у призраков тоже есть права у тебя есть право убраться отсюда нафиг Юля закричала так что у меня заложило уши однако не пионер ни его спутники никак не отреагировали пожалуй мы все же останемся и хитро сказал он но как тебе это удалось и остальные я наконец нашел в себе силы заговорить очень просто мой дорогой друг коллективный разум слышал о таком и что а то что мы все одновременно захотели пожелать тебе удачи вот и все удачи удачи ответили тени лично так сказать лично так сказать именно поэтому мы здесь но что будет дальше честно говоря я не знаю удачи убирайся однако заорал Юля спокойствие только спокойствие понимаешь он вновь обратился ко мне не буду скрывать у тебя сейчас есть неплохой шанс вырваться отсюда не знаю точно почему но твои действия нарушили цикл точнее циклы все наши циклы есть опасения что мы не сможем вновь через каждые семь дней уезжать из лагеря а на восьмой возвращаться обратно просыпаясь в этом автобусе ну не возвращайтесь вдохните вообще не все так просто да и к тому же почему у нас не может быть инстинкта самосохранения может же обратился он к пионерам может может послышалось в ответ так что мы решили составить вам компанию теперь либо мы выберемся теперь либо мы выберемся все вместе либо исчезнем навсегда но тоже вместе либо пойдем на очередной виток все три варианта для нас приемлемы а если из-за вас мы погибнем ну погибнете не только вы погибать так с музыкой 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 или ты считаешь что наши жизни он рассмеялся хотя какие это жизни 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 не так важны как ваши Юля не нашлась что ответить не думай что здесь все мы на самом деле нас гораздо больше не все поместились но билетов на этот рейс хватило всем ты ты злобно зашипела Юля а теперь уже поздно предлагаю вам успокоиться и наслаждаться полетом через несколько минут стюардессы предложат вам еду и напитки он смехнулся и медленно направился на свое место Юля вскочила но я остановил ее отпусти да я его не надо что ты сможешь ему сделать да и что это даст она удивленно посмотрела на меня но все же села и что предлагаешь ничего не делать и просто ждать а что мы можем я не знаю ну просто так сидеть одно за все время в этом лагере я понял точно от меня мало что зависит точнее вообще ничего особенно сейчас особенно здесь конечно я даже предположить не могу что можно сделать чтобы выгнать их отсюда но даже если бы и знал уверен ничего бы не изменилось не повлияло бы это на конечный результат возможно ты прав грустно сказала Юля так что мы можем лишь ждать ждать осталось недолго она положила мне голову на плечо мы ехали так долго что казалось прошла целая вечность солнце успело сесть наступила ночь секунды тянулись часами минуты годами пионеры хранили гробовое молчание даже тот надменный больше не пытался с нами договорить эта тишина была громче любого крика достаточно просто хлопка и мои барабанные перепонки взорвутся от напряжения мы с Юлей тоже молчали за этот день было сказано все слов больше не осталось я чувствовал себя совершенно опустошенным голова была тяжелая как свинец и казалось что я уже умер но обо мне забыл и черт и бог мне предстоит остаток вечности провести наедине с собой в этой безмолвной толпе пионеров действительно ли они мои коллеги по несчастью неужели они тоже попали в этот пионерлагерь провели там неделю то мы ехали и потом опять все по новой может быть все это было и со мной как говорил тот пионер все возможно сейчас возможно все я услышал тихое посапование Юли она заснула видимо такое напряжение для нее было слишком а может она израсходовала всю энергию на крик в любом случае во сне ждать конца лучше а сейчас я был абсолютно уверен что это именно конец глупо надеяться стоя на краю пропасти в окружении полчищ врагов а даже если есть хотя бы минимальный шанс на спасение то о нем будешь думать в последнюю очередь может и не так может на моем месте кто-нибудь другой сохранил бы больше оптимизма мне оставалось сделать один последний шаг хотя зачем ведь это не лестница а эскалатор меня в любом случае довезут до конца ну что ж читаем дальше ну очень интересно я закрыл глаза и то же сознание покинуло меня я забылся сном неизвестно только на час или на веки так пустота не самое лучшее место для размышлений когда нет ничего исчезает сама сущность привычного нам мира в конце концов мысль это тоже его часть пусть и не материально сложно представить место где кончается бытие по крайней мере осознать подобное человеку не дано я очнулся в кромешной тьме вернее ко мне вернулось восприятие себя как личности больше же ничего не было ни вокруг ни внутри я словно перестал существовать был стерт из вселенной но не умер нет это было нечто совсем другое как будто из трехмерного пространства я перенесся в одномерное весь мир сузился до размера одной точки эта точка была мной была всем я был всем и был ничем однако в этот крошечный клочок уместилось мое сознание все мои воспоминания моя душа я не боялся может быть потому что было бессмысленно а может просто еще не понял что происходит ощущение времени здесь потеряно тут попросту не существует такого понятия поэтому сказать сколько времени я пробовал в этой пустоте было невозможно наконец спустя час или год я начал слышать тихий голос слов разобрать я не мог но был уверен что обращаются именно ко мне больше собственно и не к кому Симеон Симеон да словно сняв телефонную трубку ответил я приятно познакомиться голос зазвучал совсем рядом хотя мы уже давно знакомы кто ты я это ты я умер нет ни в коем случае голос говорил спокойно словно беседовал со старым другом что же тогда со мной ты завершил свой путь какой путь ты смог выбраться из лагеря лагеря да я помню пионер лагерь совенок внезапно все последние семь дней ясно всплыли у меня перед глазами и то как я уезжал оттуда вместе с Юлей а где Юля да она здесь я смотрелся на вокруг была пустота я не вижу ты не должен видеть ты должен чувствовать я совершенно не волновался как будто отходил от наркоза я не чувствую ничего не чувствую тебе надо лишь вспомнить и после тех слов тысячи картин образов запахов и после тех слов тысячи картин образов запахов мыслей и чувств всплыли у меня в голове точно лагерь ведь я действительно там уже был со Славей с Леной с Алисой с Ульянкой с Машей и потом но как ведь я точно помню что уехал оттуда и вернулся в реальный мир а потом встретил на остановке Славю нет точнее Ульянку в институте да нет Алису на концерте но ведь я прожил много лет с Леной нет у меня была совсем другая жизнь с Машей как же такое возможно я в мельчайших подробностях помню все события которых хватит как минимум на пять жизней но ведь все они происходили параллельно и тем не менее они реальны я уверен как да все это действительно было с тобой но как ты уезжал из лагеря и не один раз потом жил нормальной жизнью потом возвращался назад и опять уезжал то есть я как бы умирал а возрождался нет можешь считать что все это происходило одновременно я не понимаю а тебе и не надо а кто тогда те другие пионеры это тоже ты это тоже ты другие стороны тебя я не понимаю каждый человек это бесконечная вселенная и от того как он себя поведет в той или иной ситуации зависит его дальнейшая судьба ты помнишь те пять раз потому что тогда сделал что-то что помогло тебе выбраться из лагеря другие твои воплощения где-то поступили по-другому вот и все все просто мне это совсем не казалось простым и что это за лагерь можешь считать его испытательным полигоном а кто ты такой я это ты но много времени спустя времени не в твоем понимании я выше вас всех можешь считать меня главным Семеном получается ты все это затеял а это не совсем верно все что случилось произошло не по моей воле но этими событиями я могу управлять но зачем а ты разве против я задумался по крайней мере несколько по крайней мере насколько это было возможно в столь одурманенном состоянии не знаю если бы тебе дали выбор сейчас когда ты знаешь и помнишь все ты бы решил вернуться в точку отсчета и забыть обо всем не знаю сейчас я не был готов однозначно ответить на такой сложный вопрос ну а где все таки Юля она здесь где внутри тебя как это Юля это твой внутренний мир твое подсознание обретшее форму его слова просто не укладывались у меня в голове тебе не стоит стараться понять я уже говорил но я почувствовал что скучаю по ней не бойся она всегда будет с тобой сказал голос верно не такого единения я хотел еще вчера ведь сложнее всего примириться не с заклятым врагом а с самим собой и тебе это удалось если ты хочешь любить ее тебе придется научиться любить себя впрочем хватит тебя мне пора уходить подожди а что будет со мной и вернешься назад я уже не понимал что реально а что нет да и сколько этих реальностей куда это зависит только от тебя я не понимаю сейчас ты вспомнил все возможные варианты развития событий он надолго замолчал мне не хотелось ничего говорить чтобы не дай бог его случайно не перебить значит у тебя есть как минимум пять вариантов и я буду помнить все это а это тебе решать в его голосе мелькнула тень какой-то эмоции то ли радости то ли недовольства прощай но я почувствовал что голос больше никогда не заговорит со мной время шло я пытался понять что делать дальше если все так как он сказал то мне стоит всего лишь захотеть к этому времени я совершенно успокоился и можно сказать даже немного развеселился теперь-то я точно уверен что наконец-то вырвался из этого заколдованного пионерлагеря к тому же впереди меня ждет светлое будущее я не знал я помнил это но что выбрать я закрыл глаза и явственно увидел улыбающуюся славю она всегда мне помогала ни в чем не упрекала с ней легко и комфортно это встреча на остановке наверное я никогда не задумывался как с ней будет будет в реальной жизни а будет прекрасно я уверен Лена за столько лет стала мне родной ведь я действительно помню все время проведенное с ней помню наших детей помню минуты радости и горя помню все от такого сложно отказаться или Алиса в обнимку с гитарой с ней точно никогда не будет скучно возможно я всегда мечтал именно о такой веселой и беззаботной жизни а также о верной боевой подруге образ Алисы в моих мыслях лукаво улыбнулся повзрослевшая Ульяна тоже казалась неплохим вариантом конечно тогда в лагере я ее воспринимал как женщину но теперь конечно тогда в лагере я не воспринимал ее как женщину но теперь естественно в ней много недостатков но в то же время что-то неотвратимо привлекает словно какая-то магия да и Мику Маша из той другой жизни она была дорога мне по-настоящему дорога может быть там лагерь это всего лишь эпизод я совсем не такой как в остальных вариантах но ведь это даже к лучшему новые возможности перспективы и любимый человек которого знаешь как будто всю жизнь а все равно жаль что я больше никогда не увижу Юлю конечно же увидишь у меня в голове зазвучал ее голос что? ты где? я тут как он тебе и говорил ты знала? нет я поняла все только тогда когда мы попали сюда ну ты согласна разве не будешь скучать? конечно нет ведь я всегда буду с тобой помнишь? ты мне обещал что? что всегда будешь со мной да так вот не смей нарушить это обещание я прослежу не знаю придется ли мне с ней еще хоть раз раз разговаривать вот так наверное от такого можно с ума сойти но сейчас я счастлив хорошо я не забуду тогда тебе остается только сделать выбор я почувствовал как Юля исчезла скрывшись в лабиринте моего разума что же пора я зажмурился и зажмурился от яркого солнечного света ну а что удивительного ведь лето на дворе опять этот странный сон почему же он так часто мне снится в последнее время может быть на то есть причины но какие? пионерлагерь девочки вожатая да я и в лагерях никогда не был может просто не помнишь очень смешно ну а вдруг уж поверь я прекрасно помню все что со мной происходило и отстрел до этого я вряд ли был в сознательном возрасте ну допустим и так но все это явно не случайно да почему сразу не случайно то есть он получается с самим собой разговаривает сейчас да диалог о есть люди которым всю жизнь каждую ночь снится черная кошка и ничего же только что придумал ничего я не придумывал читал недавно но одно дело черная кошка а другое такой детальный сон не вижу особой разницы хорошо а что скажешь насчет того голоса такого голоса не придуривайся и в мыслях не было который говорил тебе сделать выбор ну голос и что тоже ведь не просто так я же ничего дальше не помню на этом сон всегда заканчивается может ты просто забываешь просыпаясь может конечно но что но значит какой то выбор ты все же сделал но я даже вариантов не помню а были ли они вообще должны были быть а как же ты как всегда даже не пытаешься серьезно относиться к важным вещам нашел тоже мне важную вещь ой ладно что с тобой разговаривать с недавних пор я стал замечать что у меня началось что-то вроде раздвоение личности конечно внутренний монолог это совершенно нормальное явление для любого человека но вот когда он превращается в диалог хотя до клинической картины мне было еще далеко так как все же я разговаривал сам с собой а не с другой личностью внутри меня может быть с подсознанием впрочем все это не важно оп-па-па а тут еще куча выборов о-о-о-ох ну думаю исход будет один кого бы мы не выбрали поэтому раз мы идем на Юлю выберем Юлю раз два три ёшкин кошкин и она уже тут не кошкин хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе доброе утро доброе утро ответил я ей выбор да какой вообще у меня был выбор У каждой истории есть начало и конец У каждой истории есть своя канва, синопсис, содержание, ключевые моменты, прологи и эпилоги И нет такой книги, в которой при каждом новом прочтении не открывались бы вещи, на которые раньше не обращал внимания Но у каждой книги есть и своя последняя страница, перевернув которую, мы ставим книгу на полку, чтобы завтра открыть новую Ох, чую, этот видеоролик будет очень долго загружаться на ютубе Опа! Собственная кошка-девочка Ну вот, видимо, собственно и всё Закончил я, наконец, вам читать базовую версию Бесконечного Лета А дальше Дальше пойдут моды И они не менее интересны, чем Основная версия Чтобы не пропустить Новое моё Прочтение Не забудьте подписаться на мой канал, если вы ещё не подписаны Обязательно Поставьте Пальчик вверх Оцените моё видео Понравилось вам то, как я читаю Или нет Потому что именно оценка Пальчик вверх Ну вот и Алиса Славя Лена И Ульянка Потому что Ой, Маша тут Вот они все, девочки Потому что Ваша оценка Говорит именно то Что вам нравится, как я читаю А не оценивает Саму новеллу Ну Всё На этом я с вами прощаюсь Начнём уже мод Следующей серии Всем Пока Субтитры подогнал «Симон»